Девушки отдыхают 12.30 на парке культуры А почему бы и нет? Знаешь, я тоже готов поэкспериментировать Серьезно, без всяких Готов подсесть И на хату к подруге тоже готов Руки отпусти, урод Да ладно тебе, хватит, что ты ломаешься? Ковнацкий не приедет, он тебе мне завещал Вот что вот это такое? Ну, шестеренка Балда ты Это не шестеренка, это будущий Чертеж, который мне надо сдать Ты такого не пробовал? Никогда, тяни самогон Ты же сказали, она не пьет А действительно, когда-то же надо начинать Вот Ну что, встретился? Встретился Сволочь Коль, ты чего? Чего? И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я Ты что, логопед? Охренел? Еще раз к Саше подойдешь Убью Она с тобой никогда не будет Понял, урод? Да нафиг Она мне нужна, твоя Сашка А вот это, Колян Это залет И запомни Я прощать не собираюсь Да плевать мне на твое прощение Козел Тук-тук-тук Тихо Ой, Анжела Я только хотела спросить Вы сколько у нас завтра первого пара? Тихо А что вы тут рисуете? А мальчики в соседней комнате Недавно такую же деталь рисовали О, а может они дадут перерисовать? Так зачем перерисовывать? Можно договориться и Отсканировать на принтер Потом через дролоскоп Да ладно, Лен Мы уже полдетали нарисовали Но мое дело предложить Нет, вы если хотите Можете дальше рисовать Голубки Слушайте, вы там это Фермоскопы Дролоскопы Давайте не отвлекайтесь Рисуйте Вы согласны Вы согласны А что у нас такая армия-то грустная, а? Капитан, капитан, улыбанитесь Может в армию больше народу пойдет А он не капитан, а курсант И, между прочим, кремлевский О, это хорошее замечание За это надо выжить Да, Зай? Слушай, хватит ей подливать, а? Ген А давай я сама Себе решать буду Наливай, Стасик Вот Зоечка А скажи нам тост Не надо Ну, почему же не надо? Пусть Зоя скажет Мне вот, например, тоже интересно Я хочу выпить За любовь Потому что это Самое важное Что есть в жизни Есть люди Которые не ценят Настоящую любовь А есть те, которые ценят А есть те, которые ценят Я ценю Очень И мне обидно Что есть те, которые не ценят Потому что Потому что я знаю Что такое любить Ну, за любовь Ну, за любовь Вот Ой Ты хорошо сказала Искренне Видишь, Ген А ты боялась Зоечка, а где ты так хорошо научилась тосты говорить, а? А что сердце подсказало То и говорю Вот видишь, Ник Кому-то со своей Тусовочной жизнью Не дано так Тонко чувствовать Вот мы с Зоей Друг друга понимаем За понимание М-м-м Брага Какая у тебя Штука на губе Осы покусали Так вроде не сезон Слушай Браг Тут до нас одна история дошла Ты, походу, опять облажался, старичок Тебе не надоело армейцев подставлять? А что случилось? Мужики, вы о чем? Жека Харе Притворяться шлангом Или тебе напомнить Разговор В умывальнике с Ковнацким И откуда у тебя вот этот вот Прыщик на губе? А Николаша уже сдал, да? Нам сорока на хвосте принесла Нет, не тазный утенок Брага Я тебе говорил Не читай чужие смски Не читай Вот с них же все началось Правильно? Я же тебе говорил Что потом будет кирдык Ты не послушал Ты там что-то про месть ковнацкому говорил? Да никому я мстить не буду Но если меня спросят Откуда у меня вот это? Я молчать тоже не собираюсь И вы думаете Очередное Поцарапался о тумбочку Не стану Нафига? Подошел чувак И влепил мне Вот пусть взводный С ним разберется Это сначала мы с тобой разберемся Как ты Сашу вычислил Как ты пытался ее закадрить Блин, Гончар Че такое? Я не понял Ну встретил я ее в Увале Ну поговорили мы Я виноват, что она шуток не понимает Да вы вообще знаете Че они с Ковнацким вытворяют? Они оба на голову повернутые Да это личное дело Ковнацкой и его подруги Нет, понятно, что Ковнацкий немножко с головой не дружит Это всем ясно Вот видишь Вот То, что он один раз к тебе заехал А вот если бы ты со мной этот финт прокрутил Я бы тебя вокруг крана узлом бы завязал И запомни Любители чужих подруг Если эта информация куда-нибудь просочится То будет не вариант логопеда А вариант Гончара Так что Либо ты поцарапался о тумбочку Либо мы тебе с другой стороны такое же нарисуем Ну для семьи Классный фильм, да? Угу Я телевизор отрываться мог По-моему, немножко длинноват Но это режиссерская версия Жаль, как раз оригинал у меня обзавелся Ага А если что, продолжение снимают Интересно посмотреть, да? Хотя, как показывает опыт Продолжение всегда хуже оригинала Ну я думаю, тут можно не волноваться Режиссер классный, да? Дело не в режиссере Просто снять большую туфту Это надо очень постараться В смысле? Что-то, не помню, тебе не понравилось? Ой, Тягомотина А самое обидное То, что я на этот маразм Весь увал угробил Не ожидала Чего ты не ожидал? Ты что думал, что эту Трехчасовую Тягомотину Буду смотреть, открыв рот? Подожди, я не пойму В тебя вообще не попало? Слушай, Валя У каждого человека есть свое мнение Бредятина Моразм И болтовня не о чем? То есть, по-твоему, тема Силы человеческого духа Это болтовня не о чем? Слушай, Оль, что ты от меня добиваешься? Оль Я тебе говорю, что мне не нравятся Фильмы про болтовню Мне нравятся фильмы, где есть движуха А тут... А у чувства, между прочим Тоже есть, как ты говоришь, движуха Или, по-твоему, движение мысли Это... Как ты говоришь, тупизна Причем редкостная Ну, не могу я на это убивать время Не могу Что теперь? Ничего Я просто думала, что ты повзрослел Чего? Так, Оль, подожди Я что-то не понял Я что, сказал, что я мультики люблю? Что мне нравятся там детские сказки? Ну, не нравится мне это Тягомотина Не нравится Тягомотина? Это не Тягомотин, это жизнь, в конце концов Ой, слушай, я тебя умоляю Кино и жизнь, они всегда отличались Только лаконичностью Потому что в кино, в хорошем кино Есть острота и концентрация И все события разворачиваются на определенном градусе И поэтому переживания ярче Ну, не здоровье Отлично Ну, ты не танец, Тёп Э, алё, вы чё там? Целуете, что ли? Давайте, рисуете, давайте А потому что мне скоро уходить надо будет Или было Надо будет уходить Есть кто живой? Чё там? Всё нормально, отсканировали и распечатали А мальчики предложили за 150 рублей Сделать всё под ключ без вашего участия О, было бы неплохо О, неплохо 150 рублей Блин, у меня только 100 А я вообще на нулях Слушай, блин, может ты перезаймёшь, а? А вы папу разбудите, может у него найдётся О, а может быть они лотерейными билетами возьмут? Не знаю, спрошу Слушай, Ленка, у меня ещё сахар есть Давай билеты, а я спрошу, может на сахар согласятся Так, пять, только мажорно Ну, давай три Держи Давай, Ленка А я ещё хочу то сказать Стасик, налей, пожалуйста Слушай, Зоя, пожалуйста, тебе теперь точно хватит Стасике, действительно хватит Ну, хватит-то хватит Зоечка, пора прощаться Тут поставь Пошли Пойдём, пойдём А куда это вы пошли, подожди Как куда? Я теперь, как порядочный джентльмен, должен на ней теперь До дома её проводить Да, пойдём Подожди, почему ты? А что, ты, что ли? Вот и всё Пойдём, Зоечка Пора прощаться, давай Служба доставки прибыла Давай, 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 давай Давай, помаши ручкой Так, пока, ребят, пока До свидания Подожди, а он серьёзно? Куда у неё? Домой Как домой? К кому? К себе Нет Не понял Ген, что ты как маленький, а? А то ты не знаешь, куда парни возят бухих тёлок В апартаменты, куда ещё Тем более, что Стасик Другого метода съёма не знает Только с помощью градуса А что такое? А что мы так запереживали? Ты же бравый офицер Ты же должен Родину защищать А не заботиться о спившейся молодёжи Слушай, нужно что-то делать А что делать? А он же её... Да Да, но она взрослая девушка Она взрослая девушка Она знала, на что она шла Правда? Она сама себе нажила проблем Стой, здесь нет Подожди, неужели ты не понимаешь, что она делает это назло? Ты посмотри на меня, а не туда А как ты мне прикажешь себя вести? Как ты мне прикажешь себя вести, когда я вижу такое повышенное внимание не ко мне? Здесь нет ничего смешного и никак С ней так нельзя А как можно? Может ты знаешь, как можно? Может у вас что-то... Типлея голова Чего там тебе ещё? Сейчас, подожди, подожди, подожди Не трогай его, иди к своей Ты самый умный, что ли, я не пойму Подожди, хочешь, чтобы нормально было всё или чтобы плохо было? Давай, чтобы хорошо было всё Так... Эй, алё, вы там заканчиваете развратом заниматься? Ну вы мне чертёж нарисовали? Да вон, на столе лежит Ух ты! Ух ты! Стёпка, у тебя талант, это точно Ты у нас в деда Семёна Тот тоже любил молевать Только не железки этих крестьянок, а? Вот его баба Люба один раз так горомыслом оприходовала Бать, с тебя за чертёж сто рублей? Чего? Ну, я за чертёж отдал сто рублей и три лотеринга билета Вот это ты дал! Ты бы ещё пять билетов отдал бы Да я за такие ковришки и сам бы нарисовал бы Ну вот так взял бы и нарисовал бы А мне никто сто рублей не предлагал Дайте сюда билеты Бать, ну я весь увал потратил на этот чертёж Ничего страшного Я на тебя всю свою молодость убил Пока ты там в пелёнке писался Ничего, потерпишь батю с чертежами Ладно, я поставлю чай Вот это правильно Стёпка, а они задачи там по механике решают? Бать, сколько можно уже, а? Сколько надо, столько и можно Решают, спрашиваю? Да отстань ты Ты нервный, Стёпка Ты весь в мать Не, я понимаю, если б тебя бросил олигарх Но когда деревенский жлоб Из-за доярки, такую тёлку, как ты Это слишком Где они? Где? Укатил твой Ивалушка со своим оружием На такси в неизвестном направлении вообще Не может быть Чё, как? Он у тебя не хиппи случайно вообще? Как у них там? Make love, not war Где они? Ты вообще не въезжаешь Не, я понимаю, что у военных это с головой тяжело Но что это половым путём передаётся Это для меня новость, честно говоря Он её увёз на такси Говорит, знаешь, чё обидно? Я её поил А моими трудами пользуется совершенно другой человек Хоть бы спасибо сказал Слушай А давай мы с тобой тоже, знаешь По старой дружбе Руки убери, козёл Коза Я думала Я думала, ты же пятый раз, Оль, гладишь Я думала, такое ощущение, что я тебя тупо разочаровал Просто для того, чтобы понять такое кино Надо его смотреть Внимательно и вдумчиво Чего ты делать, к сожалению, так и не научишься Оль, Оль, давай сменим тему, потому что мне она уже надоела Давай Билюх, слушай Ну ты идёшь, нормально? Угу Дайте Хорошо, что мы вас достали Ну, Господи Это Что случилось? Дай ключи сухой Пожалуйста Что такое-то? Геночка Любимый мой, ты же меня не бросишь Я тебя так люблю Слушай, Ген, а то уверена, что её можно одно оставить в таком состоянии в чужой квартире? А куда, куда, куда её? Да подожди, может быть, я с ней останусь Это было бы очень хорошо Оль, ты чё, серьёзно? Можешь? Да, Илья, если ты не заметил, то я всё делаю и говорю серьёзно Отвечать некоторых Ген, давай её домой завезём? Давай, заведём Аль, подержи таксиста, сейчас поедем в училище, ладно? Ну что, на первый взгляд, увольнение прошло без эксцессов Все живы Руки, ноги целы В казарму вернулись вовремя За исключением двоих Младший сержант Сухомлина, курсант Варнава Товарищ старший лейтенант, мы успели Я бы уточнил, еле успели Потому что прибежали в казарму на последней минуте Предупреждаю Если лавры с золушки кому-то не дают покоя Тянуть на балу до двенадцатого удара То следующее увольнение для таких обернётся тыквой Равняйсь Смирно Отставить Брагин, равняйсь Отставить Это что с губой? Я Упал в увольнении Понятно Другого я не ожидал услышать После вечерней поверки ко мне в кабинет Есть Служит список вечерней поверки Да, девочка моя Ты влипла туда Втрескалась Чё, правда, втрескалась? Дурочка А знаешь, что самое глупое в этой ситуации? Это твоя идиотская ревность Неправильно себя ведёшь? Неправильно Ещё пятьдесят грамм коньяка Простите, это не моё дело, но вы же за рулём Я за стойкой бара Ты что, не видишь, что мне плохо, а? Девочке нужно лекарство Это лекарство Пятьдесят грамм коньяка Неправильно себя ведёшь Ник, ты только посмотри Он держал её за руку Ты как понимаешь, что ты хуже, чем секс? Приехала, дурочка! Чёрт и куда ехала, чтобы представление посмотреть Секс в маленьком городе? Во-первых, не было никакого секса И никакого города Укатил твой Ивалушка со своим оружием На такси в неизвестном направлении вообще Иметь дорогую тачку Это круто, но не конспиративно Еду мимо, смотрю ты Решил зайти Кстати, к тебе кто-то звал, а? Вот ехал бы дальше Слушай, ну зачем так убиваться-то? А ну из-за этого пролетария, что ли? Одно село потянулось к другому Всё, конец света Ну вспомни, ты же была совершенно другая Помнишь, как мы в Альпах на лыжах катались, а? Послушай, лыжник Хорош мне лечить, а? Ты до этого села Да расти ещё А потом ко мне Подсаживайся Ещё раз повторяю вопрос Что с губой? Ты чего, курсант? Вопрос не понял? Что с губой? Не скажу Чего ты сказал? Я сказал, что не скажу Вот как ты заговорил Я так понимаю Когда в губу били И по носу перепала Потому как совсем нюх потерял Так с командиром разговаривать Ты где в уставе видел формулировку Не скажу Да просто мне нечего ответить Товарищ старший лейтенант Я вам уже всё сказал Ты мне ничего не сказал! Хорошо Даю тебе время До завтрашнего утра Как следует подумать Над сложившейся ситуацией Макар Дай позвонить Макс Чё эти? Можешь, пожалуйста, на шухере постоять? Может тебе ещё и Пыльку-бабочку станцевать, а? Не надо? Пожалуйста, мне очень надо О, Макар, ты чё на шухере стоишь? Да, устроился на полставки Ну что ж ты будешь делать, а? Как утро, так ковнатки у нас Народ на мобильном Слушай, Коль, ты не нагрей Дай-ка сюда позвонить, а? Ну вот Вчера поговорили А сегодня уже трубку не берёт Ну тебя хоть не берёт А меня вообще специально сбрасывают Да? О, ну если этот прибежал Значит, вроде по-любому Телефонная голодовка Ты, надеюсь, не позвонить пришёл? Только не говори Позвонить? Ну я могу не говорить А кто крайний? Сейчас Мужики, я вчера по роте дежурил И увал пропустил Думал, вот хреново А сейчас смотрю на вас И ни капельки не жалею Походу, вчера магнитная буря На любовной почве Всю Москву накрыла Макар, ну ты-то хоть не зуди, а? Спокойно, мужики Ну, походу, иногда в увале Полезно проторчать Дай-ка телефончик, пожалуйста Дай, дай, дай Посмотрим Вдруг меня зацепил Иди, постой Алло Привет, Полин Очистись Да так, просто позвонил Как ты? Нормально? Ну что, вспомнил? Откуда у тебя на лице боевая раскраска? Товарищ старший лейтенант Я же вам вчера все рассказал Упал Знаешь, Брагин Я хотел с тобой нормально поговорить Но вижу, что по-нормальному ты не хочешь Поэтому Я доложу об этом Командиру роты А от меня Два наряда вне очереди За что, товарищ старший лейтенант? Можно было бы, конечно, ответить тебе твоей вчерашней фразой Не скажу Но я скажу За несоблюдение правил безопасности во время увольнения Еще просто Свободен Есть Здравия желаю, товарищ майор Утречка добрая, Игорь Владимирович Что это у тебя курсанты, как ошпаренные бегают? Ну, как всегда после увала Сколько не надейся, что все будет хорошо, но Одна паршивая овца в стадо подарок да принесет Вы видели, что у Брагина с лицом? Вчера вернулся из увольнения с разбитой губой Говорит, упал Брагин А ну-ка иди сюда Есть Товарищ майор Вы разрешите, я вас оставлю? Два наряда он уже получил Боюсь, если я его еще раз услышу Он и третий заработает Товарищ майор Оставить Ну что ты молчишь-то, Брагин, а? Ну давай, рассказывай Только Без всех этих сказок Про то, как ты упал, очнулся, гипс Это все можешь своему другу гончару оставить Товарищ майор Ну а что вы мне прикажете отвечать? Вот вы поставьте себя на мое место Доколебались какие-то ханурики в увале Давай-ка мы с тобой по-русски говорить будем Без каких-то хануриков В увале Попросили закурить Ну я их и Отказал им Навалились Пришлось надавать им в пятак Чего сделать? Виноват, товарищ майор Защищаться пришлось Ну и мне тоже Прилетело Так что же мне после этого Жалобу министру обороны писать? Ладно Пойдем Есть Продолжение следует Продолжение следует... Оля О, господи Слушай, так заикой же можно встать А что ты здесь делаешь? Ничего, жду-ка, ты проснешься Оля А что это за квартира? Маринку помнишь? Ну? Ну вот это ее парни квартира Ну что? Плохо? Ужасно Ужасно Оля А как я сюда попала? Ты Вообще ничего не помнишь? Ну Не очень Я Помню, что Мы Кафе пили Пили Я тоже Я тоже говорила Вот и все Ай Какой ужасный звук Громко как Ужасный звук Предвестник прихода Хороших подруг Анжелка пришла Так Фрэш Пей Апельсиновый Что апельсиновый? Линейки, карандаши, топографию не забыли? Брагина забыли Кстати, а куда правда Брагин делся? А он с командиром роты беседовал Равняйся Смирно Товарищ майор Отставить, встать, строй Есть Значит так, Орлы Мне плевать Пусть хоть у вас Черный пояс по карате Да хоть вы олимпийские чемпионы по боксу Но если пристали к вам на улице А то развернуться, взять руки в ноги и бежать И в этот момент вы не Тайсон и Кличко в одном флаконе А кенийский бегун на длинные дистанции Товарищ майор, решите обратиться Но риск не здоровья, Менчар Это получается так, что Ты идешь по улице К тебе пристают А, а ты еще и с девушкой И в этот момент ты должен Развернуться и бежать Да еще и девушку за собой потащить, так? Согласен, Менчар Разные бывают нюансы Но повторяю еще раз Никто Никто не должен вас видеть на улице Дерущимися У каждой медали две стороны есть И ты мне можешь сейчас смоделировать такую ситуацию В которой я бы с удовольствием дал бы По зубам Но Если такая ситуация случилась Надо развернуться и бежать сюда, в училище Где всех поднимаем Но Только с разрешения командира роты Товарищ майор Вы никогда не дадите такое разрешение Правильно Поэтому вывод один Не вляпываться Брагин, встать строй Есть Команда Прохоров Есть Молодец, Брагов Внял нашему вчерашнему разговору Это хороший ответ Да пошел ты Разойдись Что-то я не понял вообще Ну а что здесь непонятного? Вот что непонятного Разрешить бить морды полярник не может А запретить тебе защищать девушку И честь твоего мундира Тоже не может Вот у него один совет Не вляпываться Не вляпываться? А я понял, что не вляпываться Это бить так, чтобы не было видно Чтобы следов не было Интересно Коля Ты, пожалуйста, бей так Чтобы следов не было видно Понял? Да, Зойка Выглядишь ты, конечно Как будто вчера закончила отмечать Новый год Ты ее еще вчера не видел А что случилось-то? Расскажи, Зой Я не помню Оля Оля, расскажи, пожалуйста Что вчера было? Ты же знаешь? Знаю Напилась-то подруга Изогенки, видимо, напилась Я так думаю, по крайней мере А-а-а Почему изогенки? Ну, потому что Когда он тебя привез Ты бросалась ему на шею Признавалась в любви И просила, чтобы он тебя никогда не бросал Да ладно Я такое говорила им А то кто же? Ой, боже Девочки Какая же я дура Если я такое говорила То я представляю Что я вчера там в кафе вытворяла Девочки Девочки Он же меня теперь возненавидит Как же ему тебе Глаза смотреть было Да ладно Да ладно Ты не переживай так Ну, хочешь, сходим к Генке Да, давайте сходим к Генке Соберем консилиум И все точки на дыр оставим Нет, нет, девочки Я не пойду к нему Он мне теперь видеть не захочет Ну, значит Будем приступать к плану Б Ты к какому-то плану Б? Придумаем Б план Если не придумаем Придумаем В, Г, господи Мы незамужные девчонки Нам терять нечего Да, Своя Верно я говорю Нет, девчонки Я сегодня домой поеду Хватит уже с меня Не знаю, как вы, Алла Евгеньевна А я от сегодняшней кинопревьеры Получил колоссальное удовольствие Настоящий шедевр А я вот, Георгий Юрьевич С вами не согласна Почему? Ну, как можно смотреть фильм Который снят в большом ангаре С зеленым задником И где все летают на веревке Алла Евгеньевна, но ведь наука-то не стоит на месте Она же прогрессирует И для создания таких сложных компьютерных сцен Нужны колоссальные просчеты Это я вам как математик говорю? Нет, я с вами не спорю Но получается так, что мы весь фильм смотрели компьютерный мультфильм Тогда так и надо писать в афише Мультфильм Надеюсь, что когда-нибудь появятся фильмы без компьютерной графики Ну, как сейчас Есть же не генно-модифицированные продукты Ну что, пойдем? Да Аллочка, вот так встреча Инна, здравствуй Здравствуйте Георгий Юрьевич Здравствуйте Вы узнаете? Инночка, у меня была на дне рождения Она преподает музыку Мы близко не общались Но, конечно, помню Рад встрече Спасибо Георгий Юрьевич А я до сих пор не могу забыть ваш шедевр на стульчике И хлеботали зелюки Это было потрясающе Знаете, мне иногда стыдно за этот мой перформанс Очень зря А вы, я так понимаю, из кинотеатра? Да И как вам фильм? Нам? Нам понравился Хороший фильм Ну, своеобразный Ух ты Здравствуйте Привет Привет, Ген А вы пацанов ждете? Я могу им передать, что вы пришли Подождите А тут нет никого больше Просто Меня вызвали на КПП И я думал, кто-то здесь Ген Ошиблись, что ли? О, Оль Я хотел тебя, кстати, спросить Как там Зоя? Нормально тогда отошла? Отошла Только смотря от чего От алкоголя отошла? А от чего не отошла? Ген Вот мы просто и приехали Как раз с тобой над тем поговорить Ген Это Это мы тебя на КПП вызывали Вот сейчас вы вызвали Понятно Я догадываюсь, о чем пойдет разговор Зоя вас подослала, да? Ген Да никто нас не поцелал Просто Она уже дома Это мы сами приехали Просто я не хочу Такие разговоры Вести через посредников Извините меня, пожалуйста Ген Подожди, пожалуйста Пять минут у тебя есть Давай просто поговорим Понимаешь, просто Ну, как бы в одну сторону В смысле Зоя Кому же выслушали Мы просто хотим понять Что ты думаешь по этому поводу Слышь, Сухой Походу крепко ты со своей девчонкой поругался, да? Тебе какая нахрен разница? Просто интересно Почему теперь твоя Ольга И печкина Анжелка Коварнами на КПП ходят? Кто? Кто, кто? Девушки Одна в куртке, другая в пальто Брак, ты это серьезно сейчас? Прохор Я выбегу на минутку Да вы что, обалдели, что ли, все Сговорились? Сначала один, потом второй Варнава на полчаса урыл Сейчас, между прочим, придет взводный И всех нас уроет А прежде всего, его Угу У тебя есть три минуты Спасибо, Прохор На минутку Ведь именно Франсуа Виет положил основы алгебры, как науки о преобразовании выражений А ведь этого могло не случиться Ведь он пошел по стопам отца и стал юристом А вы знаете вот эту знаменитую историю, как он принял вызов придворного математика Нидерландов? Что-то не припоминаю Что вы, это гениальная история Известный голландский математик Иван Роман задал математикам всего мира задачу Этим воспользовался, ну, непременно, так, похвастаться посол Нидерландов при короле Франции При этом намекнув, что во Франции нет достойных математиков Тогда король вызвал Виетта Знание синусов, косинусов, кратных двух позволило ему решить эту задачу Внимание! Уравнение в 45-й степени Инна, откуда вы так хорошо знаете биографию математиков или в консерватории этому стали уделять больше внимания? Инночка из семьи математиков У нее мама, Ольга Леонидовна, профессор в Балмарке Вот она оттуда и... Поэтому у меня вместо сказок на ночь были криволинейные интегралы второй степени по замкнутому контуру Видите, я даже это помню Потрясающе! Ой, извините, извините, я сейчас секундочку Какой странный мужчина Да, Георгий Георгиевич умеет пошутить Ну, я так полагаю, холостой Так, еще раз тысяча извинений, милые дамы Ну что, пойдем? Нет, Георгиевич, это вы меня извините Я вспомнила, что мне нужно отойти в одно место Я пойду Вы уверены, Алла Евгеньевна? Абсолютно Здесь рядом, недалеко Я сама дойду До завтра Увидимся, Аллочка До свидания До свидания Георгий Георгиевич, а давайте продолжим разговор Вы знаете, у нас раньше дома была огромная библиотека Естественно, с математическим уклоном И когда я плохо себя вела, папа на ночь заставлял меня учить биографию математиков Поэтому я могу... Извините, пожалуйста, извините Вы как раз сказали вот про биографию математиков И я вспомнил, мне завтрашнему утру нужно подготовить биографию Бертрана Рассела Извините, еще раз Был приятно повидаться До свидания Три Алла Евгеньевна Алла Евгеньевна, подождите Подождите Юрий Юрьевич? А, Инна? А? Алла Евгеньевна Я, конечно, учусь, судя у ваших подруг Но у меня с вами как-то интереснее Мне это приятно слышать Но я ведь вам не лгала, когда говорила, что мне нужно отойти Я хотела зайти к Наташе Сухановой Ну так я с удовольствием составлю вам компанию Ну, не уверена, удобно ли вам Я хотела ей занести брошюры для беременных Да-ка... А Наташа что, беременна? Юрий Юрьевич, вы когда-нибудь поднимаете голову от своих формул и смотрите вокруг? Пойдемте Я в этом... Вот смотри Вот это точка Wi-Fi Ух ты Подсоединяем ноутбуки Либо по кабелю Либо по беспроводной связи Понятно? Ну, в общих чертах, да Только я не очень понимаю Какая от этого польза-то? Огромная Ну, какая? А сейчас увидишь Сейчас все увидишь и все узнаешь Ты куда, Наташа? Привет О! Ха-ха! Привет А ты что, меня видишь? Ну, конечно Еще и слышишь? Еще и слышу Я открою Нет, я все, конечно, понимаю Я только одного понять не могу Чего вы от меня хотите? Ну что? Я Зое все объяснил Что у меня есть девушка Что? Что я еще могу сделать? Извините меня, пожалуйста Я пойду на занятия Поговорили Оль, я это Я Я тебя на улице подожду Привет, Илья Пойдя нажал Ну, и как ты понимаешь, Оля? Что? Приходишь, общаешься с Варнавой А меня на КВП нельзя было позвать, а? Можно Просто я приехала к Варнаве по делу Они с Зойкой поругались Мы хотели их помирить Потому что мы их друзья Оля, а я тебе кто, Оль? И к чему такой вопрос? Ну, что ты занимаешься ерундой Потому что ты решаешь проблем Какой ты Зоя А на меня тебе абсолютно наплевать Наших проблем Ты абсолютно не замечаешь Да нет, Ильюш, замечаю И устала говорить Из-за чего они возникают Из-за чего? Напомни, я просто Не хочешь ты взрослеть, Илья И услышать меня, видимо, тоже Ты извини, я пойду, Анжелка мерзнет Занятий полно Я вот, например, хожу На курсы молодых отцов Правда? Правда И чему там учат? Ну, разному Как вести себя Про симптомы разные рассказывать Ну, чтобы молодые папаши в обморок не падали Роды принимать Ну, так, на всякий случай Так что жизнь, Жора, бьет ключом Ой, ты знаешь, я чисто по-мужски тебе завидую Да, это чему? Как чему? У тебя есть цель в жизни? Вот я, холостяк Живу один Придешь домой Ну, поесть, приготовишь Пельмени с майонезом, да? Ну, чаще всего пельмени Знаешь, я уже скоро, наверное, от них язву заработаю Вот это нехорошо Надо как-то разнообразить меню Есть еще яичницы Есть консервы Сосиски под этим, как его Под кетчупом Кетчупом, да Омлет Ну, это уже изыски Изыски Я ведь холостякскую кухню наизусть знаю Прости, пожалуйста Нет, понимаешь С одной стороны, мне нравится такое положение вещей Я от кого не зависит Никому ничего не должен, не обязан Но с другой стороны Ну, все дни похожи друг на друга, как близнецы-братья Я как-то задумался Знаешь, живу один Я даже храплю, никого не раздражаю А у вас ведь жизнь бурлит Вы суететесь, переживаете Ночами не спите И ведь не понимаете, как это здорово Ну, почему? Понимаем Ой Наташенька Вы не подумайте Я не подслушивала Я просто, когда я вошла, думала Я тоже все слышала Ну, если это грех, разделим его пополам Вот так вот общаешься с человеком И не знаешь, на самом деле, что у него в жизни происходит Наташенька, ну, ведь это неправильно Я чувствую себя шпионкой Да не волнуйтесь Я сейчас все выключу Пойдемте к мужчинам Хорошо Ты знаешь, я, наверное, даже гостей нормально принять не смогу Нет, почему? Ну, да потому Понимаешь, у Холостяков все по-мужски аскетично Так Это я смотрю сейчас на ваши приборы И понимаю, что у меня даже приличного сервиза нет Че это? Не знаю Так, ну что, мужчины Будете нас чаем поить? Конечно И не только чаем У нас вон еще и тортик есть Да, Наташ, у вас что-то с ноутбуком случилось? Да? А, да это технический прогресс в действии Ооооооооооооо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА